Слава Богу, что мы собрались в это тяжёлое время все вместе. И название моей проповеди сегодня – «В тяжёлое время рождаются сильные люди». И это истина, это так и есть. И начнём мы с местописания из Библии, когда, все вы помните, Господь однажды предложил людям благословение или проклятие и сказал им – выбирайте вы, по какой дороге нам идти. И мы всю жизнь, сколько будем жить, мы будем стоять очень часто на перекрёстках, когда мы будем выбирать, идти нам направо или налево. А если языком Библии, то идти нам дорогой веры или идти нам дорогой разума. И начнём сегодня с Божьей помощью. Мы разберём пару мест из Библии, ничего нового, всё, что вы знаете, Библия. И откроем мы в нашей послании, это Судьев, шестая глава. И это будет одна из историй, которую мы сегодня прочитаем. Здесь в шестой главе написано про Гедеона. Все вы помните Гедеона, это очень сильный человек, но мы начнём по порядку разбирать, как же вдруг он стал сильным. С первого стиха написано, что было сложное время, когда жил Гедеон. Семь лет был голод на земле Израиля из-за того, что мадианитяне приходили, забирали весь урожай, они забирали все посевы, они делали балаган, и это был не месяц, не семь месяцев, не год, а семь лет. И вот однажды Гедеон, начнём мы читать с одиннадцатого стиха. «И пришёл ангел Господень и сел в Орфе под дубом, принадлежащий Иоасу, потомку Авизирову. Сын его Гедеон выколачивал тогда пшеницу вточили, чтобы скрыться от мадианитян. И явился ему ангел Господень». Ну, все вы помните, и сказал ему, «Ты, муж, сильный Господь с тобой». А Гедеон сказал ему, «Господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас всё это бедствие? И где все чудеса его, о которых рассказывали нам отцы и так далее и тому подобное?» И эмоции Гедеона вполне обоснованы. Мы все люди. Иногда что-то происходит в нашей жизни, и мы тогда задаём вопрос, «А где же был Господь, когда произошло вот это?» А где Бог, если произошло вот так, вот так, вот так? Наши эмоции, наш разум, Он берёт вверх нашей веры, и мы всегда сражаемся с этим. И иногда чья-то жизнь, она приходит на перекрёсток, и мы выбираем, как нам идти, что выбрать, какой путь. Вы помните историю про ту вдову, которая говорила пророку, «Сейчас вот я доем последний кусочек хлебушка и пойду умру». И она была права, хлеб был реально последний, и больше не было ничего. А ей пророк сказал, «Слушай, дай мне половину от того, что у тебя есть». Как? Иногда наша логика и вера, они идут вразрез, потому что Господь сказал, «Выбери сам, по какому пути тебе идти, по пути веры или по пути твоего разума». «Если я отдам последнее, я же умру быстрее», – подумала она. Но что-то внутри иногда зажигается в человеке, эта надежда, какой-то лучик веры. Как сказал Ишуа, маленькое зёрнышко, оно иногда, когда оно посеяно, оно взращивается и становится большим деревом. Так и та вдова, вдруг она подумала, «Я отдам последнее, а вдруг мне это поможет?» Вера или разум. Мы всегда становимся, не всегда, но очень часто мы приходим к перекрёстку. И что мы выберем? Да, вдова-то выбрала идти верой. Она отдала кусочек хлеба, то есть всё вы это помните, но мы вернёмся к Гедеону. И вот можно представить себе эту ситуацию и подумать, что всё-таки Гедеон после слов этого ангела, который был, ну, как человек, не было видно, что это ангел, это был просто человек, и вот он ему сказал, «Ты победишь». Гедеон тогда говорит, «Кто я такой? Как я могу победить? Мы бедные, мы самые маленькие, самые незначительные люди во всей стране. Что я могу сделать?» Но какой-то лучик надежды засветился в сердце у Гедеона, потому что вдруг он начал делать какие-то нелогические вещи. Иногда люди делают что-то нелогическое, которое не могут объяснить. Это бывает в ссорах, когда ссорятся кто-то с кем-то, и что-то как сказануло, а потом, «Да я же даже не хотел этого говорить, я даже не думал об этом, или что-то сделал там в порыве гнева, ой, да я даже не думал, как это так произошло». Так же самое и с верой. Когда у нас зажигается вера внутри, мы что-то начинаем делать, то, что не поддаётся логике, и это вполне нормально. Вот смотрите, что сделал Гедеон дальше. Гедеон вдруг говорит, «Останься здесь, я пойду приготовлю тебе еду». Гедеону нужно было пройти до какого-то места, где он жил, взять козлёночка, разделать его, сварить суп. То есть там всё написано. Он разделал козлёнка, он сделал мясо, он сделал суп, он приготовил хлеб. Но сколько это возьмёт времени? Вот у вас ничего нет, к вам пришли гости, у вас ходит козлёнок, вам надо его зарезать, разбить. Ну, возьмём самого профессионального человека, ну, 3 часа. Ну, 3 часа возьмёт времени, то есть 3 часа Гедеон делал обед какому-то человеку, который он видит первый раз, но какой-то лучик света зажёгся у него в сердце, поэтому он это делал. Он не понимал, он не осознавал до конца, что он делает. И вот он сделал, он сделал очень красиво всё. Мясо положил в корзинку, приготовил хлебушек, приготовил супчик в горшочке. И пока он дошёл до него, может быть, когда он шёл до него назад, он подумал, может, его там не будет, этого человека, или ещё. О чём он думал, я не знаю. Никто не знает, об этом история умалчивает. Но вот он пришёл к этому человеку назад, и этот человек, он даёт ему на подносе, всё красиво, знаете, как в ресторанах, он ему сделал всё. А тот человек сидит и говорит, возьми мясо и положи на вот тот грязный камень. Ну, скажите, это логично? Взять, готовить три часа еду, прийти к человеку, я пришёл вот к Сергею домой, говорю, вот, Серёж, я тебе приготовил что-то, вот, возьми. Ну, разве это, где логика? А он говорит, этот ангел, положи мясо на вот тот камень. Да я же три часа его готовил, друг мой. Ну, Гедеон подумал, ну, хорошо. Он взял это мясо, положил на этот камень, смотрит на этого человека, думает, как он будет его есть. А тот говорит, а теперь хлеб положи прям сверху. Тот вытащил хлебушек из корзинки, положил на мясо, а тот продолжает. А теперь возьми суп и полей всё это. Да три часа я готовил, три часа я шёл. Козлёнок был практически последний, потому что семь лет был голод в земле Израиля. То есть пшеницу он выколачивал, он готовил, то есть это труд, это время. А тот говорит, выливай суп прям сверху на этот. И он даже как-то, может, он задумался, взял секунду паузу, но он взял это, сделал, он вылил. И тут этот человек подошёл с посохом и так как-то сделал, а он пау! И Гедеон впроснулся. Всё, увы мне, это был Господь. А что ж ты до этого делал? Ну, как? Вы понимаете, однажды мы все, или не все, но многие приходят на распутье двух дорог и думают, какой дорогой мне идти? Дорогой эмоций или дорогой веры? Однажды происходит такое. Тяжёлые времена рождают сильных людей. Вы знаете, что даже есть такой анекдот, есть такой анекдот, когда таксист приехал к дому миллионера, ну, его вызвали, он приехал, и выходит сын миллионера, сел в машину, но он его довёз до какого-то адреса, тот заплатил по счётчику и 100 долларов дал ему чаевых. Таксист, вау, класс. На следующий день опять его вызвали, он приехал, опять сын вышел, доехал до какого-то адреса, рассчитался по счётчику и дал ему 100 долларов чаевых. Ну, таксист радый, и через день его вызывают опять на этот же адрес, он приезжает, и выходит сам миллионер, папа. Тоже таксист его довёз до адреса, миллионер заплатил ему по счётчику и дал 5 долларов чаевых. Таксист говорит, послушайте, уважаемый, ваш сын мне каждый день давал по 100 долларов чаевых, а ты же круче его. А миллионер ответил, вы знаете, у моего сына папа миллионер, а я вырос в детдоме. Вот сильные, вот тяжёлое время, оно делает нас сильными. Вот это даже знают все, и Библия об этом говорит. Но иногда что-то происходит в нашей жизни, то, чему мы не можем дать объяснение, может быть, какое-то горе. Но что-то произошло, какая-то, ну, что-то такое, что мы понимаем, что это не от Всевышнего, но это вдруг произошло в жизни. Что же нам делать? Вот произошло так. Вот давайте мы откроем сейчас второе место из Писания, которое я хотел бы сегодня прочитать. Это написано в Деяниях, 20 глава, с 9 стиха. И вот это моё любимое место из Писания, потому что многие, ну, как-то не видят его, но хотел бы я сегодня с вами о нём порассуждать и, может быть, с Божьей помощью что-то увидеть в этом непонятном месте из Библии. Итак, вот представьте себе, Павел, он ехал куда-то по делам и заехал в одну из общин, ну, в одну из общин, и вот в этой общине была такая традиция, каждый ём решён вечером собираться для преломления хлеба, молитвы, общения, и Павел как раз к ним в это время приехал, и вот в воскресенье вечер все сидят, общаются, молятся, Павел так хорошо рассказывает, делится с ними тайнами Божьего Царства, он делится с ним Словом, все вдохновлены, все круто сидят, но это же воля Божья, вот скажите, ну, воля уже Божья это, ну, воля Божья, вот мы сейчас все собрались, ну, это же воля Божья, вот Бог же хочет, чтобы вы постигли, достигли познания истины, как говорил Леон, мы все должны достигать, постигать какую-то истину каждый день, а особенно бьём шаббат в собрании, потому что здесь находится некое благословение, которое мы не можем объяснить, но вера наша может это принять, итак, вот они сели, сидят, общаются, ну, Божья воля, классно, Павел говорит, все вау, спрашивают что-то, он говорит им, говорит, говорит, и тут питом, вот бац, и парень один упал из окна, это вот написано чуть-чуть дальше, вот этот Евтих, юноша Евтих, он сидел на окне, вот поэтому не спите на собрании, друзья, это для тех, кто спит на собрании, потому что один парень, он заснул и упал, ну, одно дело, когда человек один спит на собрании, это нормально, но когда один не спит, а все спят, для правоведника это не совсем нормально, но, вот один человек, он заснул, упал, и, ну, всё, ну, вы понимаете, какая трагедия произошла на этом собрании, и вот люди все стрепенулись, вот вы просто представьте себе, собрание, благословение, прославление, тут бац, упал, все сбежали вниз, Павел вышел, то есть люди стали, и вот, вот вы знаете, вот, и некоторые люди, вот, вспомните Павла, когда он спастся на корабле, была трагедия, корабль разбился, он выплыл, и все, вау, выплыл, выплыл, и тут его укусила змея, и люди вокруг начали говорить, а все-таки он был грешником, но это же глупо, Павел не был грешником, и иногда, когда что-то происходит в жизни какого-то человека, вот язык человеческий, вот вы понимаете, это такое зло, которое никто не может остановить, и оно, ну, люди говорят, а, раз с ним это произошло, а, значит, он, наверное, был грешник, и вот Павла отступили, а, ты зря спасся, ты это, то есть человеческий язык иногда говорит, а иногда мы сами в себе начинаем копаться и думать, раз это произошло в моей жизни, значит, хуже меня на земле нет, и вот это вот мысли, которые допускаются, которые, ну, кто посылает их? Естественно, их посылает враг человеческий, который не хочет, чтобы вы выбрали правильный путь, он хочет послать вас дорогой разума, дорогой эмоций, а на веру не смотри, иди туда, заройся в себе, думай, почему это произошло, и вот они вышли, все вот эти люди, этот человек упал, этот ефтих, он лежит, может быть, была кровь, я не знаю, он с третьего этажа упал, тут бывает со стула, ну, не со стула, просто упал, там пальчик болит, а он упал нормально, и вот они все обступили, и, знаете, и все стоят в трепете и смотрят на него, а Павел, вот он, ну, вот эта история, она очень интересная, вот он один такой, вышел вперед, растолкал всех, так, вышел, ну, обнял его, приложился к нему, послушал сердце, взял зеркальце, посмотрел дыхание, все нормально, живой, и говорит, так, он живой, отнесите его туда-то, туда-то, но, вы знаете, сама ситуация ненормальная, и вот этого парня занесли, и, казалось бы, людям сказать, значит так, давайте на сегодня мы закончим, мы и так задержались, мы и так вот, и что-то, наверное, пошло не так, что-то, ну, что-то я чувствую, что-то не то, и вот эти эмоции, иногда мы становимся на этом перекрестке, и что мы выбираем, какой дорогой нам идти, а вот эти люди, вот эти герои-люди, они сказали, ну, идемте продолжать собрание, и они все поднялись опять на третий этаж, Павел сел, и они, написано, что дальше, они учились, разговаривали, молились, как будто ничего не произошло, но каждый из них, сидя в том зале, он поглядывал на то окно, и он, ну, память, она не может вот стереться, мы не можем стереть себе память, мы помним, мы знаем, мы понимаем, мы же люди, но вера, вот этот лучик веры, который есть внутри каждого из нас, греем ли мы его, поливаем ли мы его словом из Библии, или мы его просто забили асфальтом, и идем, как мы знаем, потому что все так идут, значит, им нету, да, вера, ну, вера говорит, простит того, кто тебя обидел, но это же глупо, не, я лучше вообще его видеть не буду, все, и я так буду себя хорошо чувствовать, а вера не так, и Божьи пути не такие, как человеческие, но выбираем всегда мы сами, и вы знаете, и вот они сидели всю ночь, общались, и вот уже был, им решен, им уже в понедельник было утро, и принесли, ну, они уже собрались расходиться, написано так, что они собрались уже уходить по домам, потому что засиделись, и тут этот евтих парень пришел попрощаться, ну, так сказать, живой, здоровый, и все, вау, слава Богу, все обрадовались, слава Богу, что так все произошло, но тяжелые времена рождают сильных людей, мы не можем, когда все хорошо, быть сильным, ну, как бы, ну, я не могу сейчас в это сильно вдаваться, но, когда приходят трудности в жизнь, вот железо, железо острит, и ты не можешь железо наострить об землю, ну, как бы, так бывает, и вы знаете, однажды, ну, мы ездили, это давно было, поехали на евангелизацию в какое-то село, это там было в России, где-то мы заехали, и нас приняла на два дня какая-то семья, ну, мы знали, куда мы уже едем, где мы будем спать, где мы будем ездить, проповедовать, и когда мы приехали в ту семью, вдруг мы узнали за обедом, что у, то есть там муж и жена была, и вот муж, он слепой, вот полностью слепой, и мы, как бы, ну, сели все кушать, а, ну, и вот он, и вдруг он заходит, и мы поняли, что он слепой, и слепым он стал совсем недавно, просто вот питом, ну, и тогда, ну, нам было, ну, не совсем это, как бы, ну, как-то вот, ну, непонятно, что нам делать, но, он был такой радостный, вот он, как будто бы ничего не произошло, он шутил с нами, он, ну, он знал этот дом, он мог сам ходить, потому что он его, ну, как бы, выстроил, он, ну, ну, у них не ушла радость, жена, они служили Господу, чем могли, они принимали таких, как мы, евангелистов, кормили, ну, как бы, было все так интересно, И это зажигает, потому что некоторые люди не могут пройти какую-то мелочь в своей жизни, закрываются в себе и всех посылают, потому что, ну, как бы есть два пути – благословение или проклятие. Выбираем мы. Выбираем мы. И, конечно же, мы там прожили три дня или два дня, не помню. Как бы интересные люди есть на свете. Есть те, кто проходит, есть те, кто не проходит. Я не хочу давать примеры тех, кто не прошли. Вы сами знаете. И, конечно же, есть много всяких групп в WhatsApp, в интернете для тех, кто разводится, для тех, кто уже развелся, для тех, кто что-то там потерял, кто-то что-то нашел, для бизнесменов. Какие-то группы, которые пытаются, ну, объединиться или радостями, или нерадостями в этой жизни для помощи, для этого, потому что люди не могут иногда пройти какой-то период своей жизни. Но самое главное, что нам не нужно забывать, что есть у нас Господь. И в Евреям, в 4 главе, в 15 стихе, это для тех, вот вы знаете, у кого в воздухе, в сердце, есть один вопрос. Да за что же мне это произошло так? Ну, что же я сделал? Некоторые копаются в этом. Оставьте. Просто оставьте. Так произошло, как произошло. Как случилось, так случилось. Ты стал бизнесменом, а ты работаешь там. И не важно, что произошло, как любили тебя родители, не любили, что-то еще. Мы можем жить, об этом думать, которое уже прошло год, два, три, десять лет назад, а мы все можем думать об этом, переживать, что я сделал не так, а мог бы я поменять что-то, а мог бы не поменять. Но, вы знаете, если мы, если мы верим в того, кто воскрес из мертвых, если мы несем на себе воскрешение Иешуа, несем в сердце, то написано, что и смерть Иешуа вы также несете в себе. Вот вы просто, мы не только радуемся с Господом, а Господь воскрес, Господь пришел, победил, но в то же время мы должны помнить, что Господь, Сын самого всемогущего Бога, Творца, который пришел на эту землю, Его убили. Вот просто мы не должны забывать за то, что самый-самый, которого не был достоин самый крутой человек на земле, и даже группа самых крутых человек на земле, Его убили, Его пригвоздили гвоздями, Его не послушали, над Ним смеялись, вместо воды Ему давали уксус. Мы не должны забывать, что мы несем не только радость, ха-ха-ха, ха-ха-ха, в нашей жизни иногда что-то происходит, но нашего Господа Его пригвоздили, и мы несем в себе, в своем сердце, не только воскрешение Его из мертвых, хотя это побеждает, жизнь всегда побеждает, но мы также помним, что случилось с ним, и в этом, в Евреям, послание Евреям, в четвертой главе там написано, «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который подобно нам искушен во всем, кроме греха». И вот наш Мессия, наш Господь, которому мы молимся, Он не только, ну, Он может нам помочь. Да, есть группы, есть время, есть родственники, но тот, кто может помочь пройти всякие трудности в нашем нелегком пути на земле, это Господь Бог, это Иешуа, который прожил эту жизнь, вот с такого Он родился, Он вырос, Он работал, Он учился, Он дожил до определенного возраста. Он понимает все эти боли, все эти горести, все эти несправедливости, все эти болезни, все, 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 что вы переживаете, Он это понимает, и мы можем обращаться к Нему, мы можем приходить, и мы, написано, «Милости хочу, а не жертвы». Вот эти слова, всего лишь четыре слова, они меняют сознание, по крайней мере, мое. Мы приходим, бьем шаббат сегодня, как жертва, да, мы приносим жертву своего времени, и, казалось бы, нелогично иметь один выходной в неделю и тратить полдня, чтобы прийти в собрание, а не валяться дома, хотя бы отдохнуть чуть-чуть, или в душе, или в бассейне, ну, скажем так, потому что завтра опять нам идти на работу. Но мы приходим сюда, и мы выбираем этот путь, и каждый, каждый день мы что-то выбираем. Поэтому хотелось бы, чтобы мы выбирали путь веры, чтобы вот этот огонек надежды, который есть внутри у каждого из нас, этот лучик, он, эта семечка, оно разрослось, оно выросло в большое дерево, под которым могло бы укрыться много птиц. И на вопрос, если вы, некоторые, кто слушает, кто здесь, задаете вопрос, да почему же так произошло в моей жизни, почему меня мама не любила, или почему мой муж такой, или моя жена, или работа, или вообще какое-то горе произошло. Да просто потому, чтобы помочь, если ты пройдешь эти трудные испытания, ты станешь сильным, ты станешь веруном, таким веруном, как апостол Павел, когда что-то происходило, а он выходил в победе, чтобы помочь тем, кто вокруг тебя. Если ты не пройдешь это, ты соберешь вокруг себя таких же, кто не прошел. Но хотелось бы, и Господь, Он говорит, выбери жизнь. Господь хочет, чтобы ты выбрал не путь эмоций, разума, а выбери жизнь. В сегодняшней недельной главе там написано некоторое такое, что надо зажигать семь золотых светильничков. И вот золото, наша вера, она сравнивается с золотом. Вот она должна быть очищена, она должна быть, ну, ну, прям вот смотришь на золото, вау, красиво. Я никогда не видел золотых чашек, настоящих чашек золотых, но я думаю, это красиво. И наша вера, она должна быть красивая. Я бы хотел, чтобы Иешуа, Он зажег в ваших сердцах вот этот лучик надежды. Если вы вдруг потеряли этот лучик надежды, то пусть он зажгет в ваших сердцах, и вы сами должны помочь нашему Господу действовать в ваших сердцах. С миром Божьим! Шаббат! Шалом! АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.